Ювелирка для меня это, думаю, наверное, все. Так как я что-то придумываю, что-то делаю, получаю удовольствие. Счастье – это когда работа, которой ты посвящаешь большую часть своего драгоценного времени, и есть твое любимое увлечение, завораживающее ремесло, которое хочется все больше познавать и совершенствовать. Удивлять и дарить красоту. Под таким девизом ювелир-дизайнер Мурат Салпагаров из села Учкикин. Благодаря своему ремеслу делает мир ярче. Цепочки, кольца, браслеты, пояса и много всего, на что хватает фантазии. За 13 лет деятельности ювелирная мастерская Мурата Салпагарова создала пять ярких, незабываемых коллекций. Из них две стали очень серьезные, очень успешные. Я вообще в целом, вся моя деятельность, даже когда я будучи студентом, я старался больше делать экспериментальные вещи. И вот мои все эти темы в разные годы, они тоже были экспериментальные. Но последний год, последние два года занялись нашим национальным темой. Это костюм, женский костюм, мужской. Это амуниция на сбрую лошадиную. И вот в этой теме мы отказались от экспериментов и решили продолжить, дать должное традициям. Вот традициям прошлого, вот как делались украшения, не сильно от этого отходя, начали создавать. Но новым взглядом на старинную. Его рукам легко подчиняются все металлы. Важными качествами ювелирного мастера являются усидчивость и терпение, художественный вкус, ну и, несомненно, владение ревеслом. Также каждый ювелир – это в первую очередь хороший художник, так как любое изделие начинается с эскиза на бумаге. Вот рисуем, смотрим. И надо рисовать так, чтобы оно не плоскостное было, а трехмерное. После этого, после трехмерного рисунка мы создаем уже плоскостной, но уже четко размеры. Вот, потом это переносится в металл, вот, металль это начинается вырезаться, этого уже снимается лекала. Вот, и потом сборка, пайка и оттелки. Вот, чем я сейчас занимаюсь, это делаю оттелку на перстень. Это, оттелка называется гравировка, рифление. Вот, после того, как я это закончу, сейчас перстень пойдет на первую стадию полировки. После полировки дальнейшая оттелка, следующая оттелка у нас будет черневая, наносение эмали. Вот, опять это будет сварка, разогрев металла, потом отбеливание, опять оттелка и уже генеральная финишная полировка. Вот, вот так происходит наш процесс работы. Вот, у нас полностью работа ручная. Некоторые модели мы все-таки отливаем, но изделие вот само по себе, оно вот в таком виде, оно не льется. Оно собирается уже с готовых деталей, полуфабрикатов. Вот, а вот на этот перстень, например, у меня вот, я уже вожусь неделю. Вот, ну так чувствую, еще буду неделю возиться, две недели. И все-таки, какая же тонкая и непростая работа – изготовление украшений. Ювелиру просто необходимо владеть огромным количеством различных приемов и техник. Я не знаю, вот мое свое личное мнение, как остальное не знаю, но если вот ребенок с ранних лет имеет навык к рисованию, и он чувствует вот эти все пропорции, все вот это, перспективу, то он спокойно в будущем сможет стать ювелиром. Вот, в первую очередь это навык, талант к рисованию надо иметь, потому что все это с этого и строится. Ну, это я не могу твердую черту прочертить, что типа нет, не будет так. Кто-то вот в чем-то в другом может быть, например, в мастерстве. Ну, ладно, он не может рисовать, зато мастерство у него хорошее. А это тоже вот с ранних лет у ребенка прослеживается. Вот смотришь, он вот как руками вот что-то лепит, может там чинить, мехросхемы, там механизмы. Вот это тоже от этого идет дар. Но это еще, знаете, от, как говорится, от генов еще зависит. У нас на роду был дед, он был очень сильным плотником. Ну, это уже сразу говорит о том, что человек работал рукой. Вот. И от него тоже мне передалось. Еще с линии матери, вот родители отца, линия матери моего деда, они тоже были очень талантливы, кузнецы. Вот. А мне тоже это передалось. И плюс у меня в детстве вот мать заметила, как я хорошо рисую. И начала поощрять мне вот эту способность. И вот это все вылилось в ювелирку. Ювелирное искусство – один из старинных и широко распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Ведь украшать себя драгоценными камнями и благородными металлами люди любят уже не одно тысячелетие. Это своего рода стремление человека к красоте. Мастера-ювелиры делают все, чтобы ожил камень, заиграл металл, засверкало стекло. Ювелирное искусство возникло еще в глубокой древности. В 7 веке до нашей эры в Древней Греции зародилось искусство глиптики – резьбы по камню. В Древнем Риме большой популярностью пользовались разнообразные изделия с драгоценными камнями. Золото и серебро издавна использовали во всех видах древнерусского искусства. В России в 11-13 веках ювелиры Киева и Новгорода с большим мастерством обрабатывали созданные природой различные цветные камни. Особенно славился изделиями из драгоценных металлов Великий Новгород, откуда это искусство затем перешло в Великий Устьюг и Точму в Вологородской области. Мне многие мои коллеги, опять-таки, я повторюсь, в моем окружении родня, друзья, все говорят, почему ты не пойдешь к какому-нибудь известному ювелиру. Или вот на худой конец, например, аул Кубачи в Дагестане. Это очень древний аул, у них вот с поколения в поколение идет вот это мастерство при обработке металла. Не отучишься у них, что-то примешь от них, какой-то опыт. Я, честно говоря, не хочу сказать, что я вот типа не хочу, типа или типа это гордость. Дело не в этом, просто то, что я сам придумываю, как бы мне не нужно это все. Я стараюсь то, что я сам задумал, это воплотить в реальность. Вот, слушай себя как бы. Это извечный вопрос, очень многие это спрашивают. Это у всех художников, у музыкантов. Вот откуда вдохновение идет? Ну, у нас не, вот я лично своего опыта, не от процесса работы это все идет. Это зарождается, вот, ну, как вам объяснить? Вот поедешь ты куда-то, что-то увидишь, фильм посмотришь, музыку послушаешь. Это вот все вдохновляет на будущую идею. Вот у нас часто очень вдохновляет вот последнее время, это вот природа, вот это биологическое разнообразие. И плюс наша Вселенная, космос, вот тоже очень дает идеи. Я сразу начинаю рисовать, я постоянно рисую. Даже вот у меня рабочий день начинается с 9 и длится до 7 часов вечера. Дальше у меня, вот я иду домой, у меня начинаются отрисовки. Потому что это единственное время, где я могу найти и делать свои идеи, воплощать бумаги, потом это в металле. Но у нас конкретная идея, когда зарождается, она не останавливается. Там в двух-трех предметах, ну, вещах. Она у нас очень, их много, ну, в одном ансамбле, как получается. И выходит конкретная коллекция. Вот как у меня это уже было. Ну, это у нас в 2-3 года бывает такое. А так, таких идей у нас очень много, но мы не стараемся это воплощать, потому что лично для меня это несерьезно. Надо что-то серьезное сделать и вот над этим работать. Сложную обработку драгоценных камней и металлов, ювелирную точность, изящность и аккуратность, безусловно, мастер создает с использованием специальных средств. Если в распоряжении древних ювелиров были довольно примитивные инструменты, позволявшие осуществлять сравнительно грубую обработку, то на помощь современным мастерам приходят самые разнообразные инструменты. Инструментов их много, конечно. Сейчас, тем более, в такое современное время, очень много вышло, и технологии, и оттелка металла, это и придание матовости. Теперь еще пошло другое, вот как бы это объяснить, когда вот разные металлы греешь, серебро, золото, они начинают вот цвет. Я не могу это сказать по-научному, как. Просто забыл, как-то звучало по-другому. Вот такие технологии. Ну, честно говоря, мы не гоняемся за вот всем новым. Стараемся делать руками. И вот то, что сделано руками, вот ручной, вот о чем мы говорим, оно вот какое-то, знаете, вот живое, а не вот та штамповка, вот сейчас, что рынок предлагает всем. В своем творчестве ювелир опирается на традиции и быт народов Северного Кавказа, изучает историю, и все это ярко отражается в его неповторимых эксклюзивных работах. Этот настиль у нас начался в 2017 году с эскизов, как это было ранее сказано, и с идеей вдохновения на прошлое. Вот. Вообще, когда я начал работать, в мои вот первые годы, мне уже тогда говорили, оставь ты вот это все, вот эту современность, перейди вот на наши вот эти пояса, нагрудники, мужские там, амуницы. Ну, я все время отнекивался, говорил, что это слишком сложновато, слишком много объема, вот, как бы не хотел этим заниматься. Ну, в 2017 году, как говорится, какой-то случился вздвиг в голове. Я вот начал это все делать. Тема очень большая, очень сложная. Помимо аксессуаров, украшений, еще и мы реализовываем платья. Ну, рисуем эскизы, орнаменты, но, к сожалению, сами не шьем. Это заказчик может пожелание, у кого хочет шить. Это либо в Кабарде, либо у нас. Вот. Тема такая, что мы решили в этой теме, коллекции, объединить не только вот нас, наш народ, а содействовать все народы Кавказа. Вот. Есть здесь и технология, грузинские у нас технологии, есть у нас и дагестанские технологии, наши технологии, хотя у нас очень мало, потому что у нас почти не было юбилеров в прошлом. Вот. Начали работать с черенью, научились изготавливать эту черень по старинным рецептам. Тема очень сложная, вот сама технология вот этой эмали. Ну, как говорится, если постоянно этим заниматься, опыт, сразу опыт набираешь. Глаза боятся, а руки делают. Изделия получили положительные отклики, процесс пошел. И сегодня Мурат планирует продолжать выбранный путь и развивать изготовление ювелирных украшений с региональным компонентом. Ну, вот тут вы видите данный момент, это пояс, это по-нашему называется кемар. Он вышел под первым номером в коллекции, называется «Золотой феникс», по-нашему «Алтентаук». Он имеет нагрудник, но нагрудника пока у нас тут нет, имеет височные серьги, тут техника золочения с использованием черни и натуральные драгоценные камни. Сам пояс, он состоит не как вот тогда, вот тогда в основном на коже они были. А у него такая петельная система. И сам замок, обратите внимание, он не с центра, а сбоку получается. Ну, это по желанию заказчика, потому что все-таки удобнее, как они считают, сбоку делать замок. Этот пояс, я не хочу сказать, он в каком-то старинном стиле. Здесь больше это наша своя технология. Это именно технология взята с тех лет, когда я впервые выпустил эльфийскую коллекцию в 2008 году. А эта коллекция, она делалась с проволоки. Проволока обвивалась. Как еще это сказать? Ну, проволочное плетение технология называется. Она кардинально отличается от старинных мотивов. И получается необычайно мягкая, ажурная, как кольчуга, пояс получается с этой темы. Здесь использованы тоже топазы, бирюза, гранаты. Имеет аналогичный нагрудник тоже в той же технологии. Вот сейчас, в данный момент, мы готовим еще один пояс для показа, для выставки. Но он будет в такой же системе, но он будет белым. И тут присутствуют уже белые камни, белый жемчуг. Это на белое платье свадебное. Есть у нас еще вот такой пояс. Самый желанный, самый востребованный и самое большее, что вот хотят его заказывать люди. Это по-нашему называется гирт кемар. Вот. Он одевается на кожу, но в отличие от пояса золотой феникс, он имеет состежку спереди. Это штырьковый крепеж замка. Вот. Так лучше. Вот. И он, конечно, смотрится тоже гораздо лучше. Тоже на свадебный наряд или на повседневный. У нас также тут имеется пояс. Тоже недавно нами разработаны, но он выполнен в старинных грузинских традициях. А точнее, в Грузии есть регион, который тесно, как бы, как это сказать, ну, дружил с нашим народом. Через Глухория перевал. Это сванетия. Регион сванетия. Вот. Сванетский мотив. Этот мотив. Вот. Он делается из черни. Тоже одевается на кожу. Но в отличие от феникса, он состоит из мелких деталей. Вот. Они вот так делали это. Так, что мы создали к нему вот такие височные серьги в том же, в той же стилистике. Вот. Вот. Это вот тоже, как вот тот щется на шапку. Ну, это тоже при желании заказчика. К сожалению, это не все, что вот вы видите. Тема очень большая, как я говорил. Там будут и китайские мотивы, ну, с кавказским уклоном. Но это почему так? Был же великий шелковый путь. Он проходил тут как раз. И у нас будет резьба по камню. Это самое сложное из всего, что вот в ювелирке встречается. Но мы решили тоже рискнуть. Я и моя команда. И сделать тоже такой один ансамбль. Тоже на плоте. Это наша культура. Общая культура нашего многонационального Кавказа. Мы будем это делать дальше. Придумывать новые формы, но не сильно отходя от старины. Так как, если ты что-то модерновое в этом создашь, то это сразу будет отличаться от наших традиций, от наших адетов, что вот в прошлом было. А так, касаемо оценки, я не могу сказать, что так-то все безупречно сделано. Но мы стараемся делать. Люди, делающие нашу жизнь прекрасней, в последний день января отмечают свой профессиональный праздник – Международный день ювелира. А вот о существовании такого дня Мурат Салпагаров узнал буквально недавно. В календаре его рабочих будней – 31 января день, когда мастер подводит итоги своей работы и ставит цели на будущее. А взгляды на будущее у перспективного мастера по металлу, продолжающего традиции, заложенные когда-то великими ювелирами прошлого, серьезные. И вы о них еще не раз услышите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова